Приветствую вас. Исходя из того, что вы написали, я могу сделать такое предположение, что женщина, которая пишет эти слова, она, во-первых, увидела, что вы женаты, что у вас, ну, нет, видимо, решимости уйти от своей жены, то есть вы в чем-то как-то проявили свою неравнодушие к жене своей. И она поняла, что между вами ничего не может быть, то есть между ей и вами, да? Она поняла это и также поняла, что вы не сможете сами-сами принять решение и решила как бы за вас. Она не захотела быть для вас средством, ну, средством спасательным кругом, чтобы вы, может быть, за счет нее, как она думает, восполняли то, чего не получаете, ну, или не получали, не получаете, не могли получить от своей жены. Со слов женщины я могу сказать, что она не чувствует себя сильной, она не чувствует себя такой решительной, какой, вероятно, представляется вам. Она пытается быть сильной, хотя в действительности она чувствует себя слабой, ну, это на самом деле такая, знаете, может быть, игра, что человек, который ведет себя сильно, ну, представляет себя сильно, может, сколько угодно говорить, что он слабый, но в действительности, по понятию, по понятию, по понятию, сильный и слабый здесь относительно. То есть я полагаю, что ее отец, он говорил ей, чтобы она была сильной, то есть, ну, он был таким, довольно, видимо, суровым мужчиной достаточно, ее отец. Вот, и он ей, видимо, ну, не давал в полной мере ласки и тепла, вот, как это видится мне, по крайней мере. И вследствие этого она считает, что должна быть сильной, она считает, что, ну, должна быть такой вот сильнейший, такой независимый. Такой волевой и так далее. Но в действительности ей хочется быть слабой, но этого она себе не позволяет и, по-видимому, страдает от этого сама. Очень часто и не меньше, чем от этого страдают, страдают другие люди. Вот. Она склонна принижать себя и склонна все рационализировать. Она склонна вследствие этого не решать проблемы, а оставлять их, ну, просто позади. То есть, то есть, я не буду решать проблемы, говорит она, а я просто переживу их, эти проблемы. Вот. Очевидно, это такая, очень, ну, мужская позиция. Вследствие чего ей, вероятно, бывает довольно сложно сходиться с мужчинами и вследствие чего у нее, вероятно, не складываются отношения с мужчинами, потому что она их подавляет, боится показаться слабой, а слабой показывается только вот в такие вот моменты, в критические моменты. Да? Когда в ней, как бы, говорит мама. Тут надо бы проявить силу, да? Тут надо бы проявить, собственно, волю. Тут надо бы как-то, ну, проявить из себя, а она этого не делает. И из-за этого, из-за того, что она этого не делает, не проявляет себя, у нее не складываются отношения с мужчинами. Ну, а честно еще и потому, что за таким поведением, да, когда человек боится показаться слабым, за таким поведением скрывается, собственно, обесценивание себя. И на интуитивном уровне люди это чувствуют, ну, то есть чувствуют, когда это обесценивание происходит. И в силу этого я не относился к ней так, как, ну, как, так, как могли бы, например, относиться. Да? То есть, ну, в любой другой ситуации, за ситуацией, в любом другом обстоятельстве, при любых других раскладах, вот. Она была бы более, так сказать, удачлива в отношениях. Но именно, именно из-за своей такой, такой позиции, да, такой вот, ну, двоякой. То есть это сильная женщина, которая привыкла быть сильной, но которая хочет быть слабой. И она проявляет слабость тогда, когда совсем, ну, ненужно. И проявляет силу тогда же, когда это совсем ненужно. Вот. Значит, у неё в словах есть модель поведения защиты. То есть она хочет, хочет, чтобы вы перестали быть в зоне её досыкаемости. Она хочет, хочет, чтобы вы стали для неё недоступны. Вот. Для этого она пытается подтолкнуть вас к жене. Для этого она пытается дать вам идею, идею рождения ребёнка. Ну, то есть, чтобы ребёнка, ребёнка вы родили со своей женой. Вот. Ну, наивно, наивно полагаю, что это решит вашу проблему. Проблему вас это, конечно, не решит. Вот. Значит, что можно сказать? Ну, пожалуй, можно сказать только то, что такой человек, как она, будет стараться решать всё за вас. То есть это будет такая постоянная родительская позиция с её стороны. Постоянное принятие решений за вас обоих, в том числе за, только за, только за вас. То есть, не о каких советах, не о каких, ну, совещаниях, да. Речь и вообще идти здесь не может. Потому что совещаться, так и советоваться для неё означает быть слабой и поступать, ну, вероятно, так, как она сама себе запрещает. Вот. То есть, грубо говоря, если вас такой человек устраивает рядом, если у вас есть чувства к этому человеку, то вам нужно, ну, проявить себя. То есть, показать ей, что вы полностью и без остатков принадлежите ей и никому больше. Вот. Если она, вот, чувствует, что вы не совсем, не полностью её, да, не вести её, то это будет негативно сказываться на ней и она будет портить жизнь, жизнь. И себе, и вам. То есть, вполне возможно, что это такой, ну, довольно, довольно ревнивый человек, вот. Который, ну, стремится к тому, чтобы раствориться в другом, да. То есть, это такое стремление к слиянию. По полчаса. Вот. Но при этом делает, делает это не совсем, не совсем по-женски, а делает это скорее по-мужски, вот. Из-за того, что у неё достаточно сильный мужской начал, вот. Вот, в принципе, то, что можно сказать. Значит, будет ли она счастлива? Нет, не будет, потому что она не первый раз так поступает. Не первый раз отталкивает мужчину от себя. Не первый раз решает за него какие-то, ну, вопросы. И это уже входит у неё в определённую привычку. Вот. То есть, ей, ну, такая позиция для неё, она самая нормальная. То есть, человек боится близости. Значит, выбирает сознательно того, с кем, как она считает. Близость у неё быть не может. И какое-то время проводит в отношениях с этим человеком. А потом, соответственно, с ним расстаётся. Вот. И после этого чувствует себя какое-то время плохой. Ей действительно больно. Ей действительно тяжело. Но она получает от этого определённое удовольствие. Потому что вполне вероятно считает, что получила по заслугам. То есть, ну, винить себя. Склонно винить себя. И из-за этого не всегда адекватно реагирует на происходящее. Ну, просто не адекватно, не всегда адекватно реагирует на, ну, в целом, обычные нормальные вещи. Да. На которые другой человек мог бы отреагировать, ну, по-другому. Более спокойно, более сдержанно, может быть. Вот. И так далее. В целом, в целом, я мог бы сказать, что, в принципе, про неё это всё. И теперь я хотел бы задать вам вопрос, для чего вам это нужно знать. Что человеку действительно тяжело. И если вы не планируете уходить от своей жены, то лучше, наверное, действительно не берегите её рану. Не мучить человека, а идти дальше. Вот. Но с женой вам свою проблему не решить, если вы будете использовать такое средство, как ребёнок, например. То есть, проблемы ваши, они лежат немножко глубже. Я так полагаю, что у вас это вот в излишней мягкости, в какой-то такой нерешительности, может быть, в стремлении угодить всем, что тоже не является чем-то позитивным именно для вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.